ну смотрите ну как я говорил здрасьте здрасьте да супер то есть манипуляция с документом html в javascript и как мы здесь работаем как бы ну здесь как бы своя специфика жава скрипта языка есть да и как бы своя специфика в html и когда мы получаем какой-то тег в жава скрипте да он нам передается в виде объекта поэтому дом элемент называется документ object model то есть наши все теги в жава скрипте будут представлены в виде объекта да каждый тег это отдельный объект у которого есть ключи да ключи там как классные то есть вот эти методы там которые мы использовали это все является его ключами их очень много да но мы с вами как бы на прошлом уроке научились базе ее то есть мы в html создавали что-то да потом доставали это в javascript ну и потом изменяли там то есть задавали стили изменяли его текст также работали немного с классами да то есть его с атрибутами да там не только класса иди там и так далее да но паре возникает иногда такая ситуация что нам нужно создать какой-либо элемент джава скрипте и возникает вопрос как это сделать каким образом мы можем джава скрипте создать так в целом это тоже возможно сделать здесь к примеру давайте я здесь создам какой-нибудь некий тоже там давайте так бокс какой-нибудь некий создан да и его просто получу здесь вот бокс равно документ каким легче образом мне его получить помощи наверное квери селектора да будет удобнее всего получать то есть чаще всего ребята пользуетесь аквари селектором да он удобнее хорошо я получаю как бы наш элемент бокс да документ точка райд ну ка лэп например у в райд вы имеете ввиду нет 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 да 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 ведь он виде строки с помощью него вы не получите никакой элемент то есть именно к получению вам нужно использовать либо query selector либо get element а с помощью врать вы не получаете элемент вы пишете какой-либо элемент нет 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 с помощью этого нет не создают таки вы пишете просто строку какой-то строку как бы кладете внутрь как типа работа с текст контента понимаете но это не получение элемента получение элемент это только либо query селектор либо query selector all либо вот get element айди класс и тэгнейм вы именно получаете этот элемент давайте в консоли мы проверим что мы получаем и когда мы работаем с дом элементами желательно использовать консоль браузера потому что но джесс некоторые моменты на многие моменты не читает здесь да а если мы здесь посмотрим то скорее всего я получу какой-либо некий так дик да но он данный момент пост но я вижу что я его получил хорошо тогда мы можем работать следующим образом к примеру я сейчас создам какой-нибудь некий так примеру пусть будет это т.к. h1 чтобы создать т.к. h1 да помните я говорил что ну любая информация наша должна храниться в переменных джаваскрипте это специфика такая что и нужно создать какую-то некую переменную и уже внутрь этой переменной положить какую-то информацию а это информация как раз таки и будет созданием тгд как его создавать я также обращаюсь нашим глобальный метод документ говорю ну точка и применяем метод называется он все просто create element видите все максимально простой create element и тут он принимает внутри себя какой-то некий тег который ну мы хотим создать да а как обычно мы принимаем его виде строки знаете да он принимает себя строку и название как бы тега до внутри и теперь давайте мы проверим проверим наш в консоли проверим наш h1 я вижу что я действительно создал какой-то некий h1 видим да он у меня создан теперь смотрите ребята возникает некий вопрос да а он сейчас существует только внутри джаваскрипта мы его не поместили внутрь html то есть если мы сейчас посмотрим на наш скелет дай как он устроен то я вижу просто бог следите да мои но закоменченный мой закоменченный код но вот этот h1 я никак не вижу там потому что я его сюда как бы не положил и 2 еще момент то что я создал лишь так h1 но я не поместил внутрь h1 какой-то текст какую-то информацию да то есть я грубо говоря сделал вот так вот h1 ну даже не так я внула джаваскрипте я сделал вот это действие я написала так h1 внутри я никакой контент не поместил да и а мы уже с вами изучили как можно создавать текст внутри тега правильно это у нас метод как он назывался ну да и на расти мыл можно как бы сделать а прям и на расти мыл помните разницу между и на расти молом и ну допустим в текстами так далее и на расти мыл нам создавал ну давал возможность как бы создавать не только текст но и а так понимаете да а я сейчас говорю вам именно в h1 нужно создать просто какой-то текст просто текст текст контент да верно текст контент инер текстом не пользуемся текст контент или инер html текст контент он уже устарел и а вот есть аналоги его они намного правильнее работают а то есть я обращаюсь по перемен наш один говорю ему текст контент равно то пишем какой-то текст некий проверим это в консоли h1 и я действительно вижу что ну окей он у меня за сейчас создаст его то есть сейчас а в моем h1 видите да лежит мой текст холлоу ворота который я как бы поместил но я его все еще как бы не вижу у себя в html теперь наша задача состоит в чем наша задача состоит в том чтобы мы могли взять наш h1 и поместить его куда-то да к примеру вот я создал пустой дефд бокс и я хочу внутрь именно этого бокса поместить мой тег h1d которая уже внутри себя как раз таки имеет как это нам реализовать мне нужно сначала достать вот этот вот бокс поэтому желательно мне его прописать здесь вот так бокс я уже вытащил тогда я пишу бокс . append и сюда просто передаю свой какой не бокс . по бокс . то есть метод append положить да положить я говорю положи мне в бокс ну то что я помещаю внутри то есть я говорю положи мне в бокс что-то да моем случае это h1 да в моем случае это h1 и давайте мы как раз таки проверим и действительно видим я получаю что ребята я получаю свой h1 который находится внутри бокса все вроде бы мы с вами разобрались да с этой моделью что мы уже можем что-то класть да то есть мы создали сейчас какой-то некий тег потом создали контента то есть написали какой-то текст условно который мы хотим и после мы положили уже внутрь бокса этот тег h1 а что будет есть ребята я сделала это вот здесь будет ли разница или нет как вы думаете какая разница холлоуолда не будет проверим это и что мы видим мы видим что я в любом случае поместил его внутри него но если не я же не смогу и потому что ошибку даст потому что он же не найдет этот перемен наш один да 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 конечно но теперь теперь смотрите а некую логику мы ноги мы поняли что h1 кладет внутрь а внутри нашего того элемента которым указали да так а если я напишу а так ребята здесь какой-то такой как вы думаете он положит или нет вот этот текст внутри она бокса проверим и что у меня происходит ребята действительно он положил лишь просто текст до внутрь бокса то есть не как так а просто вот так вот это прописал грубо говоря да окей то есть мы понимаем хорошо супер что он может положить не только какую-то переменную до условно который мы обозначили но и строку до любой текст который мы пропишем хорошо давайте мы оставим вот это значение и если я напишу вот этот вот элемент append child проверим у меня все так же как бы h1 лежит внутри него верно а если я попробую теперь в этом случае прописать то уже происходит что ребята когда я использовал append child да то он может принимать внутри себя только вот переменную да который мы создали как бы который лежит тк h1 случае же когда я пытаюсь положить строку да то он этого не делает но append child вообще лучше не пользоваться вообще забудьте про него просто даю информацию что есть такой но лучше использовать append почему потому что как бы мы можем и строкой и также так положите никаких проблем у нас не будет с этим хорошо ребята тогда если мы да это и у меня манерка сейчас я бикнур сообщу тоже два варианта вот так что ли имеете ввиду а типа вот таком виде что ли вы имеете ввиду как вот так виде строки ну да должен прочесть иди я так и круга но я думаю мне вот так скорее чем он в виде этого если мы в таком варианте пишем то я думаю он ну давайте проверим виде строки видите передо а если мы попробуем так по обратных кавычках если мы попробуем и здесь сделаем интерполяцию да не будет возможно он хотя мне кажется нет в этом случае он все равно в виде строки передаст его вообще ничего не передал видим да ну выяснили окей что в любом случае если мы указываем строку то он указывает ее как строку если мы передаем переменную то он ее скорее всего будет классика просто как переменную но мне кажется можно их совмещать с помощью вот этой вот интерполяции типа мы можем сделать вот такое мне кажется явление h1 и здесь написать какой-то некий текст все таки он его не принимает да видите интересно окей значит он нет не может принимать у нас два параметра принимает только один одну переменную окей хорошо аппэнд это у нас класть внутрь бокса да как бы внутрь чего-то аппэнд кладет а к примеру ребята если я здесь сделаю некую вещь у меня здесь будет вот так h2 давайте так title h3 h4 к примеру да я вот создал title давайте здесь два здесь три здесь четыре так делаем и проверим что у меня в этом случае получится да то есть метод он кладет внутрь допустим нашего бокса надо в этом случае но он будет всегда класть в конец этого тега то есть он вот сюда будет его класть всегда его место будет здесь ну конечно если он один то в любом случае он встает и как бы как и первый он и последний одновременно да но если нам нужно положить его в начало да возникает моменты когда нужно положить допустим в начало и здесь уже нам будет помогать метод который будет который называется препят ребят точно так же но пишется но звучит так же как и аппэнд препят это просто то же самое как аппэнд только кладет начало ну того элемента который мы указали да и это работает не только с дивами то есть вы можете взять и с помощью а припенд или аппэнда внутрь какого-то тега положить другой тег ну где уже то же самое то есть допустим вы можете создать там h1 создать какой-то некий спан и положить внутрь для него и в зависимости от препенда или аппэнда ну к примеру вот такое у нас допустим действие до будет вот h1 а здесь будет title и мне к примеру нужно будет здесь уже создать такой тег спан спан да а и здесь я уже пропишу так спан и здесь тоже какой-то некий спан здесь давайте кого волк мы окей ладно пусть будет фалу ворлд то он уже а внутрь этого h1 я боксис указал так у нас получается мне нужно получить мой один и здесь я просто укажу свой тк 1 то он понятное дело положит мне мой спан внутрь h1d мы можем это и так сделать и зависимости надо вот перед title или после title его поставить то мы будем использовать припенд или аппэнда припенд он до title положил а если я использую как бы то понятное дело что он не будет будет его класть после слова title это все просто как бы понятно да в любой так мы его кладем но возникает и другие ситуации да возникает из ситуации когда к примеру нам нужно а вот у нас есть допустим уже три или сколько-то количество созданных элементов и вот примеру мне нужно вот после второго положить то есть он в первом случае у нас выходил либо здесь либо здесь мне нужно вот после вот этого тега h2 к примеру его создавать да 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 или после да условно то здесь тоже существуют эти методы и они называются очень просто это автор или before автор после before да да но перед этим не нужно как бы получить h2 чтобы говорить до него или после него верно закидывать ну или h3 да условно говоря из разницы ну давайте это сделаем h2 документ . query selector и здесь получим h2 сейчас я просто получил h2 потому что я действительно знаю что у меня лишь один h2 поэтому я по тегу да это делаю и следующим действием я просто сделаю что чтобы h2 . after к примеру и сюда кладу свой вот этот вот некий спан да проверяю и вот действительно он после h2 . если я сделаю здесь уже ребята before то он сделает что до него создаст положит его то есть принципе вот эти теги которые ну и функции до который помогать нам уже управлять нашим деревом да вот определенное место его пластика далее да с этим вы все разобрались это все понятно а теперь у меня возникает такой вопрос нам нужно удалить какой-то элемент бывает такое тоже дам удалить примеру что будем удалять давайте вот это что вода быть удалять и проверим да а как это сделать как с этим работать а с 2 . римов супер просто с 2 . римов и он мне его удаляет прям с корня и его внутри дерево нашего не будет понятно да и все просто римов и так далее здесь конечно множество есть там как получить соседи как получить родительский элемент как бы я думаю это не так важно почему потому что например можно вот обратиться к 2 и как бы сказать получи своих соседей или там получи родителя но зачем нам от h2 отталкиваться когда мы можем ну просто конкретно сказать вот h3 получить его принципе есть такие тоже методы их много как именно получать какой-то элемент и так далее а есть еще замена его то есть с 2 . replace виз и здесь мы можем пример поменять его по спам то он replace визда как бы заменяет наш вот этот элемент вот этим то есть я сейчас аж 2 заменил на свой спам понятно да он как бы тот так удаляет и вместо него ставит то что мы указываем да это все вроде бы просто я думаю с этим у вас вопросов не будет да ребят окей хорошо если у вас с этим вопросов не будет то то давайте дам вам какое-то задание да вы могли попрактиковаться с написанием так первое задание мы сделаем что создать тег примеру будет опять же h1 да или давайте создать тег и после 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 дать ему какой либо текст дальше задать цвет и положить внутрь бокса у нашего вот этого diva box да второе задание мы сделаем создать тег тег опять же там дать ему текста какой-либо и положить положить до h3 вот этого до до вот этого h3 условно третье создать тег создать тег к примеру пусть будет это у нас тег тег h1 опять же дать текст ему и цвет и положить и положить и и положить его к примеру после тега п после вот этого тега пи после вот этого давайте так вот здесь и положить его внутрь бокса в конец да а вот здесь вот вы создаете тег h1 даете какой-то цвет текст и кладете его после вот этого пи и четвертое задание создать тег ul дать какой либо создать тег ul и внутри создать тег ли дальше дальше вам что дать тегу ли и одинаковый текст ну там создать три лида вот так три сделаем одинаковый тег одинаковый текст каждой линишки и положить после вот этого бокса все пока вот эти задания у вас будут можете при как успехи у кого же получилось так и а и и и и и и так остальные 1 ok сделали а батон создали и положить его до тега еще раз закончили да хорошо так ну давайте тогда начнем это делать создаем тег п да давайте так вот бокс равно документ query selector бокс ага и так вот и момент так делаем а не дальше так и . color так проверяем и у меня есть действительно этот некий пидо так дальше дальше следующее действие что я делаю с баттоном связано а потом равно документ креативный баттон да а ему опять же тоже передаем что баттон точка текст контент равно тоже какой то сделаем кнопка к примеру и следующим действием куда мы должны были баттон положить то есть мне нужно h3 получить до лет h3 равно документ . query selector h3 и следующим действием я его кладу до него как мне это сделать хорошо проверим действительно работ моя кнопка которая создана до тега h3 да а дальше следующее создать тег h1 и ну дают цвет текст и положить после тега пи создаю опять тег h1 документ . create element опять же h1 и мне нужно дать ему что h1 . text content какой-то некий да и я положить его должен до тега пи как мне это сделать а после после тега пи . after h1 да проверим есть да вот он мой п и вот он мой h1 хорошо а дальше создаю создаю юл и как мне сделать так чтобы внутри него 3d и так же положить его после бакса let uld например документ а а он до до дата да надо лишки создать когда ну то есть они паричем то два варианта можно испарить чем-то можно и без него они же одинаковые ли тогда light просто ли можно сделать правильно документ . query selector ли правильно ли . пример текст контент сделаем лист и после ул правильно . к смысл креет а смотри я здесь query selector надо писал креетелемент да креетелемент ли вот так и дальше ул . append если мы будем передавать и ну или и ул тоже нужно свою очередь положить демп после бокса то есть я делаю что box . after ul да вот так вот он мой первый лист а если я сделаю здесь вот так так он мне его не дублирует окей тогда если он у меня его не дублировать если мы будем пользоваться тогда вот так предпенд я должен был не дублировать сейчас . это после да не вас у нас так у киев страна не дублирует по идее так можно было делать если мы несколько лишек а обендели тогда лучше уж тогда да тогда лучше давайте форич ним или циклом можно это сделать тогда смотрите я просто создаю ул правильно дальше что я делаю чтобы ну в целом можно это и смотрите даже до форича мы можем сделать смотрите вот что inner html плюс равно да и сюда передавать наш некий так ли да который мы хотим к примеру мы можем сделать вот так так ли верно вот таким вот образом и сюда передадим примеру слова лист так и я его должен после положить к примеру юэл 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 бокс . автор юэл н вот он первый ли а если мне их надо несколько я же могу здесь от дублировать их так и к примеру вот так и у меня все окей вышло да верно но окей это один из способов как мы это могли сделать если же мы будем форичить то парить лучше использовать тогда когда у нас есть уже входные какие-то данные то есть примеру если у нас к примеру будет лет рей и у меня будет вот так лист запятая лист ну давайте так вот эти данные я лучше буду передавать есть два к примеру лист 3 теперь смотрите теперь ваша задача ребята состоит в том чтобы вместо вот этого вот юэл а но вместо вот этих листов просто обычных которые мы положили вам нужно данные из вот этого массива положить но нельзя писать вот так вот но нельзя писать типа ли лист один лист два то есть вы должны непосредственно то что из рей берется должно создавать то количество лишек сколько здесь элементов массиве то есть если мы добавляем здесь то как бы лишки тоже будут генерироваться вместе то есть если три элемента у нас три лишки четыре будет четыре лишки будет создаваться понимаете да то есть вы должны брать данные из вот этого рэя попробуйте давайте посмотрим как мы это можем реализовать да а нам нужно массив наш рэй коричи да как бы рэй точка форич и каждый элемент в массиве я называю элемент да то есть вот эти листы у меня это или да и теперь если я попробую сделать так ul точка inner inner html плюс равно обратной кавычки будем использовать создам здесь тег ли к примеру и внутрь я буду помещать что свой ld к примеру если мы проверим ну мне нужно опять же после этого наш юл конечно же куда-то закидывать да бокс точка к примеру автор сделаем наш юл проверим что у меня выдает работает то есть мы что сделали мы форичили наш массив и как бы внутрь юл я закидывал то количество лид которые у меня будет то есть если я здесь буду создавать еще какие-то дополнительные да то они само собой меня будут идти сюда да постоянно генерироваться дополнительно да ну вот это сделали мы хорошо тогда ребята последнее задание на сегодня вам такое создайте фотографию с помощью этого скрипта возьмите любую фотографию которую хотите условно ну желательно из интернета да не надо скачивать там юл картинку и создать ее с помощью джава скрипта и поставьте условно после допустим нашего его вот здесь будет какая-то некая фотка только джава скрипт крейт элемент создаем еще раз нет 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 просто этот мне после его то есть картинка деле просто после юлки то есть юл автора да 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 имеется ввиду до фотографии с помощью соки кем а а а create element, а img-шку создаю, да, tag img, но поскольку img, у него нет текст-контента, да, у него есть атрибуты, да, мы даем img.set-атрибут, передаем, к примеру, src, да, нам нужен который, и здесь мы берем какую-то некую ссылку, какую-то, ну, любую картинку, которая нам нужна, да, берем, к примеру, ссылку этой картинки, да, мы сделали так, img.src, и здесь дали ему значение строки, нет, окей, да, да, в принципе, и тот, и тот вариант окей, ничего страшного не будет, просто, ну, src, это только именно вот атрибут src, а метод, ну, функция set-атрибут, она как раз-таки работает, ну, вы будете чаще пользоваться set-атрибутом, почему, потому что, как бы, вы можете с помощью него не только src давать, вы можете класс, там, индекс, еще какие-то атрибуты, которые, к примеру, нам нужны задавать, к примеру, тот же самый data-id, который мы на прошлом уроке изучали, вы тоже можете использовать, но в целом, ничего критичного не будет, если бы выполнили так, то, окей, супер, без проблем, я просто сделал ul, after img, у меня, скорее всего, эта фотка проявится здесь, так, хорошо, супер, к примеру, если, окей, вроде бы все правильно, вроде то, что сегодня должны были, вы изучили, так, а тогда, да, да, слушаю, когда вы ими написали img.wits, ну-ка, давайте мы возьмем значение 50, ну, скорее всего, да, он берет пиксель, а если вы попробуете, так, вот он взял, да, ширину, если мы передаем ему как строку 50 пикселей, окей, нет, не принимает, да, скорее всего, он принимает только пиксель, на самом деле, вот этим витсом я практически не пользовался, почему, потому что я всегда ставил, использовал, и как бы передавал уже как строку какое-то значение, 50 пикселей, там, или процентов, и так далее, ну, да, он берет только, похоже, значение пикселя, ведь только пикселя, ну, вообще, желательно им не пользоваться, потому что вы же не только в пикселях задаете, вы можете процентов задавать, там, и другие единицы измерения, b, h, e, m, и так далее, и... нет, в смысле, имеется в виду, почему все это атрибуты, вы прям, а, инлайновый стиль, что ли, хотите вот здесь задать ему, да? да, вот, но, скорее всего, он как инлайн, давайте-ка попробуем, если мы зададим ему сет атрибут, к примеру, атрибут у нас будет битс, да? битс, битс, битс писался вообще точно, дитититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититититит Скорее всего, берет 50%, наверное, от ширины просто бади возьмет, от нашей ширины бади берет, но вообще такой логикой лучше не пользоваться, потому что вы же знаете, да, проблемы онлайновых стилей и тех стилей, которые мы задаем, вам переписать будет их тяжелее после, то есть если вы просто стилями можете обратиться к этому тегу, прям, ну, к классу, да, и переписать, то здесь, возможно, у вас могут возникнуть проблемы. Когда вы будете переписывать их, поэтому, ну, наверное, лучше использовать ваши стайлы и уже здесь уже задавать определенную ширину, высоту там, которую вы хотите. Так, окей, фотку вы сделали, это вы сделали, тогда, тогда, наверное, в принципе, ну, окей, вы с этим уже поработали. Вообще, помните, я вам говорил, может быть, у вас есть макет полегче или, ну, окей, возьмем какой-нибудь макет, я хочу, чтобы вы попробовали сверстать там. Опять же, помните, я говорил, хедер там, или же первую страницу, да, условно, которая, ну, вот 100 вх берет, с помощью заваскрипта. Практически не применяя HTML, там, можете создать здесь в целом, там, главный родитель, типа хедер, и уже от него брать, отталкиваться, здесь создавать уже div, контейнер, внутри этого контейнера, в остальные какие-то теги, и ваша задача просто в том, чтобы, ну, правильно использовать, правильно создавать тег и правильно класть его в нужное место, которое вам надо. И стили также здесь прописывать, то есть, практически не используете HTML, здесь можете, там, основные стили задать, там, которые звездочка, там, условно, потом, контейнеру можете дать стиль, и все. Потом уже остальные стили, которые вам нужны будут прописывать, стараться прописать здесь. Небольшую часть макета сделать, чтобы просто у вас было понимание, как все это работает, там, если, к примеру, у вас есть, там, опять же, в хедере, если мы берем навигация, да, какая-то, там, обычно, там, главная, нас, там, и так далее, то вы можете создать, там, массив для себя, где прописать эти значения, да, там, главная, там, ну, и так далее, да, то есть, нас и остальные вещи вообще. И, отсюда уже брать и форичнуть этот массив, и передать эти значения, как бы, к нам. Передавать их сюда. Вот. В целом, можете попробовать воспользоваться данным методом, и создать какой-либо массив, ой, массив говорю, макет, чтобы просто у вас было понимание, как это работает. На следующем уроке, ну, мы продолжим, опять же, с домоэлементами, может быть, что-нибудь поверстаем, может быть, сделаем какую-то небольшую, там, программку, там, калькулятор это будет, или, там, условно, to-do list, ну, наверное, вы с Максатом сами начнете, я, наверное, не буду трогать. Вот. На следующем уроке у нас более практическое задание будет. И, в целом, мы разобрали основные наши инструменты, то есть, мы можем, поняли, что мы можем создавать теги, можем давать этим тегам какой-либо текст, можем давать атрибут, а позже мы научились, как из JavaScript вот этот вот тег положить в наш документ, да, HTML, там, в правильном месте, куда нам нужно. Вот. И, я думаю, в целом, у нас есть вообще основные инструменты, которые мы можем работать, и уже будем более практичны, какие-то задания выполнить. Ну, на завтрашний урок какое-нибудь практическое задание, опять же, вам дам. Вот. В целом, на сегодня то, что я хотел, я дал. Если есть вопросы, можете задавать. Так, ребят, есть вопросы или нет? Нету, да? Окей, хорошо. Если нет вопросов, то тогда на сегодня урок окончен. Видеоурок просто...